Мы находимся в Ризотте Экофарм. Это единственный городик Каркар, единственный из отелей, единственный из Ризоттов, вообще единственный из всего. На территории, сейчас сотрудница решила показать нам, что у них имеется. На территории имеется полянка, где они проводят разные мероприятия. Полянки они обычно дают в аренду для празднования Крисмаса, либо каких-нибудь других празднований, также для свадеб. Видите, сейчас они создают. У них есть свой отдельный пул. Далее на территории Ризотто у них находится место, где можно будет порыбачить. У них была такая фишка, не знаю, сейчас она присутствует или нет. Сейчас спросим у девчонки. Можно было поймать рыбу, и ту рыбу, которую вы поймаете, они взвешивают и для вас жарят. Не знаю, как это для любителей, для гурманов. По мне, то, что я поймал, кушать почему-то всегда жалко. Поэтому в прошлом раз, когда мы здесь останавливались, мы это все отпускали обратно. Здесь у них есть территория с маленьким паундом. Я не вижу ни одной рыбки здесь, но девушка говорит, что поймав рыбку за килограмм, вам нужно будет оплатить где-то около 300 песо. В среднем рыбки, которые у них здесь, они 2-3 килограмма. Поэтому ваш ужин выйдет где-то, ну, на долларов, долларов 10, чуть больше 10. Никого я не вижу. Не то, что плавает, если даже не вижу, кто вообще этим занимается. А так здесь даются удочки. В прошлый раз наши детки ловили здесь. Ловили и отпускали. У них было такое занятие. Дальше. Вот так выглядит Экофарм. Он полностью сделан из разных контейнеров. До трех этажей. Рядом у них расположена area, где можно арендовать помещение. Когда вы приходите вместе с семьей. И для всех гостей бассейн бесплатный. Хотя вода немного мутная. Может, еще не почистили. Потом у них там маленький бассейн. Фонтанчик отсюда льется. Сейчас его нет. Наша комната расположена вон там. Мы решили взять комнату с двумя кроватями на один день. Потом увидели другую комнату. Цвит-рум. Попросили поменять. Так как мы будем здесь оставаться в течение четырех дней. Они сказали, так как мы уже зашли в комнату, поменять они не смогут. Но завтра вроде бы обещали поменять нам. Чтобы нам было более удобно. Потому что мы с детьми и дети, они могут заскучать, когда у вас комната маленькая с четырьмя стенками. Ресторан. Здесь у них открыт целый день. Раньше, насколько помню, три года назад здесь у них был фронт-деск. Сейчас это у них выглядит вот так. Брекфаст здесь бесплатный. Он уже включен в стоимость. А так отдельно тоже можно будет заказывать. Сейчас покажу меню. Так как это село, все меню, оно достаточно дешевое. По сравнению с городом. Но где-то в раза два точно дешевле, нежели в городе Сибу. Брекфаст можно заказать отдельно. Стоит 175. Это где-то чуть более 3 долларов. Какой брекфаст по вкусу? Завтра попробуем. Сообщу. Здесь у них, видно, проходят какие-то концерты. У вас есть, как, live концерты здесь? Да, каждый суббот. Каждый суббот. Сегодня... То есть, будет завтра. Правда? Завтра будет завтра. Завтра будет у них концерт. Они проходят по субботам каждый день. И у них еще есть маленький бассейнчик. Похоже, для детей. На территории у них тоже можно арендовать большие такие залы, где у них проходят свадьбы. И Крисмас-вечеринки. Вот сейчас через пару дней начинаются все Крисмас-вечеринки. Тоже можно будет привести какую-то пати. И все это находится в каком-то селе. В далеком-далеком селе. Как вы делаете комнаты? Покажу чуть позже. У них на территории есть еще одно помещение. Ну, это для всех тусовщиков. Это видно. Ну, тоже для пати и всего-всего такого. Отдельная барная стойка. Чувствую, что петухи нас будут мучить. Потому что в прошлый раз мы останавливались. Они гудели аж в 5 утра, по-моему, в 5 или 4 утра всю ночь будили нас. Короче, девчонка меня не отпускает. Она решила показать все, что у них есть в резорте. А здесь у них маленькая эрия для дайнинга, для маленьких патри. Вот так выглядит Экофарм в Каркар-Сити. Комнаты у них достаточно дешевые. Комната на двоих она стоит тысяча 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 пятьсот песо. Это где-то около чуть меньше тридцати долларов. Потом далее есть комнаты с двумя кроватями. Для того, что мы сняли, мы оплачивали три ну по их меркам, как они сказали, что это будет с дискаунтом три с копейками. Вот она сейчас покажет, как выглядит комната Дилакс, которая стоит тридцать тридцать долларов. Это очень длинная такая маленькая длинная комната, потому что она, как вы понимаете, это один большой контейнер. Здесь вот две кровати. Здесь у них две кровати, кондиционер и большой минус этого отеля, скажем так, этого резорта, у них нет холодильника. У них предоставляется чайник с напитками, но эти напитки негде охладить, потому что, как вы видите, здесь нет негде холодильника. Туалет. Покажем туалет довольно-таки маленький, такая же уронда, как в нашем номере, потому что здесь, если будет лить душ, это все забрызгает, если будет столько воды, толчок будет всегда мокрый. Но в этом номере, по крайней мере, есть зеркало, но зеркала нет. если подниматься по лесенкам, здесь можно заблудиться, потому что они все находятся на разных уровнях. Вот этот непонятно, похоже, что второй этаж, потом здесь идет лесенка два с половиной этажа, чтобы понимали, вот они контейнеры, видите, поэтому комнатки, вот первую, ту комнату, которая показывала, она была такая длинная, узкая, потом переход на другой уровень, на два с половиной, потом здесь идет еще один уровень, поднялись еще на одну ступеньку, это уже якобы третий этаж, потом там еще несколько уровней, потому что все эти контейнеры, они друг на друге расположены, это, похоже, самая большая комната, которую они могли найти с двумя кроватами, кроватями, как говорится, очень simple, ничего лишнего, зато здесь есть Netflix и YouTube, то, что дети искали, то, что не было в других резортах, стеклянная дверь, это у нас такой туалет а-ля душевая, все будет брызгать, конечно, толчок всегда будет мокрый, да, точно, у нас даже зеркало нет, так, вот такой отель можно найти в центре какого-то поселка, единственный отель, но более-менее так чистый, называется ЭКОФАРМ, кстати, куда он их будет в вид, видно соседненькие, соседние дома, кондиционер есть, главное, что прохладно, единственное, что тапочек нет, сейчас нужно будет тапочки спросить, нет, тапочки нет, такой номер стоит, у нас получается, чуть больше 60 долларов, здесь у нас есть выход на бассейн, отдельно, какие плюсы, какие минусы, как всегда, расскажу в конце, после использования этой комнаты, пока мы только заехали. Короче, всю ночь пели петухи, я не знаю, по-моему, с трех, с трех утра, на данный момент 6 утра, а здесь уже начался движ, слышно или нет, короче, вся деревня проснулась, все что-то делают, короче, слышно, как город ожил, в 6 утра, мы еще спим, так, в общем, мы меняем комнату, первая причина, потому что мало места для детей, потом есть еще пару причин, здесь толчок, он ходит ходуном, его приподнять нельзя, чтобы сходить по-маленькому, этот душ надо принимать только в стиле терминатор, то есть сидя, чтобы ничего здесь не разбрызгалось, иначе весь пол мокрый, соответственно, с мокрыми ногами, с грязными ногами приходится заходить в комнату, зеркала здесь нет, и это единственный отель, где нету фена и холодильника, мы сейчас меняем комнату со свитером, там также нету ни холодильника, ни фена, поэтому фен, наверное, придется купить, а вот с холодильником в той стране, где это постоянно жарко, отсутствие холодильника непонятно для отеля, интересную фишку заметил здесь, посмотрите на шторки, как думаете, сколько здесь шторок, это, не знаю, возможный элемент интерьера такого, дизайна, раз, шторка, причем, если ее закрыть, отсюда до сюда, она ровно получается на полокна, то есть, можно сказать, достаточно будет, раз, смотрим дальше, раз, что, такого же размера, еще одна шторка, дальше, такого же размера, только темного цвета, третья шторка, и, соответственно, здесь это тоже повторяется, четвертая шторка, пятая шторка, и шестая шторка, шесть, занавесок на одном окне, комаров здесь много, поэтому, пришлось, попросить, вот такую штучку, в комнате, нас заверили, что есть Netflix, оказывается, сам Netflix есть, но аккаунта у него нету, поэтому, аккаунт нужно будет, обивать свой, рассматривать, Wi-Fi, Wi-Fi тоже не ловит, они, принижусь, и роутер, подключили нам, потом, здесь есть телефон, чтобы связаться с фронт-деском, который не работает, и каждый раз, мне приходится, ходить, пешком на фронт, чтобы спросить их, о чем-либо, здесь с утра, с шести утра, уже было очень шумно, оказывается, они проводят здесь празднование свадьбы, мы видим, жених, так, в общем, мы решили переселиться в свит-рум, там небольшая разница, буквально 30 долларов, здесь будет побольше места для детей, потому что, если мы здесь с ним с на 4 дня, в одной комнатной, им будет очень тесно, и они будут сходить с ума уже, поэтому свит-рум выглядит вот так, здесь у него, типа, маленькая гостиная, гостиная с телевизором, здесь у них есть отдельный стол, где можно кушать, потому что мы кушаем в ресторане, нас покусали комары, поэтому думаем, если что, таскать еду и лучше сюда, здесь кушать, то есть, есть такой прикол, вот есть маленькая кухонка, но нету холодильника, холодильника нет ни в одной из комнат, как я говорил, это первый отель, который не имеет ни холодильника, ни фена, зато смотрите, у них есть вытяжка, а самой плиты нету, это вот такой парадокс, зачем вытяжка без плиты, так, непонятно, дальше мы попросили дополнительный матрас, потому что так как это свит-рум, это получается для новобрачных, здесь всего одна кровать, нам нужен будет дополнительный матрас, за него отдельно нужно поплачивать 10 долларов, за каждый день, здесь видно, видно, что была ниша для холодильника, но холодильника нет, дальше, здесь спальня, считается спальня молодоженов, кровать я сначала посмотрел, думал, о, хорошо, это кинг, это троем мы поместимся, а сейчас стал замерять, это коса queen, то есть, троем будет довольно-таки тесно, здесь рабочий стол, здесь гардеробная, но зато здесь туалет, не со стеклянной дверью, если хоть можно закрыться, чтобы не было видно, здесь, к удивлению, есть зеркало, и главные отличия, здесь есть душевая кабина, она разделяется вот такой перегородкой, почему такую перегородку бы не сделать там, там, где мы останавливались, тоже непонятно, там, потому что мне пришлось сидеть, и себя поливать сверху, чтобы все это не брызгало, вот такая вот комнатка, называется sweet room, там за матрасом у нас диванчик маленький, хорошо хоть кондиционеры есть, это тоже сделано из контейнеров, если посмотреть, вот эта перегородка, судя по всему, там один контейнер блок идет, здесь второй блок, такая room, комната, она вышла в 90 долларов, и отдельно 10 долларов за матрас, это получается где-то около 100 долларов, плюс, так, что еще, а, завтраки, так как это комната для двоих, поэтому завтраков предоставлено только два, так как мы взяли дополнительные, если матрасы дали еще один завтрак, отдельно за завтрак нужно доплачивать, но мы вроде бы договорились, сказали, что сделают дискант, продолжаем тему туалетов, мы идем в туалет, который находится на экофарме в резорте, уличный туалет, находится рядом с баром, здесь у нас для мальчиков, там сюда, о, капец, это что-то непонятно, это какая-то мошкара, все вот эти черненькие точки, это то ли мухи, то ли какая-то мошкара, боюсь на что-то наступать, кабинки, они выполнены вот так, если в России делается так, чтобы снизу были видны ноги, то здесь я наоборот, здесь я видна макушка, если я сейчас зайду в кабинку, можете посмотреть, вот так будет видно моя макушка, в России высокие кабинки, а здесь я наоборот, кабинки низкие, здесь у меня толчок, 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 шауэр, а, следующее, это у нас душевая, потом два писсуара, на актуальном, на актуальной высоте, не так, как в других местах, там чуть ли не подполог, потолок делают, бумаги, бумаги нету, мыло, мыло есть, блин, это не мыло, это как будто какой-то плевок, так, еще один туалет с другой стороны, покажу позже, вот такой маленький бассейнчик, для детей, ну, за бассейнами здесь не следят, поэтому, в этих ризотах мы, наверное, обойдемся, без купания, как говорится, по тепле уже, дня 4, здесь с утра у них проходило мероприятие, свадьба, почему-то выставлено на показ, сейчас покажу, выставлено на показ, их свадебное платье, вот свадебное платье, оно почему-то не на невесте, а выставлено вот так вот, это у нас туалет с другой стороны, тоже мужской, сейчас его, так понимаю, убирают, здесь стоит два писсуара, в одной кабинке, главное, видите, в одной кабинке два писсуара, но двое одновременно воспользоваться ими никак не смогут, это только на одном человеке, потом здесь издушевая, кабинки они прозрачные, не похожи на туалет, но толчок есть, там есть толчок, там оно убирает, что оно делает, только посмотрим, Is that a shower? No, sir. What is that? Like a faucet. Ah, just a faucet. Ah, ok, I see. Just a faucet. Alright, this one here. Sink над дверью, не рабочий, а рабочий, рабочий, рабочий head dryer, у них есть дозатор, мыло, которое не работает, какая-то такая посудина, это для чего, это мужской туалет, женского туалета, женский туалет, с этой стороны. Вот так выглядит вход в свит-рум. это у нас через задний двор, можно будет заходить, вот здесь есть раз, два, три, три комнаты, которые являются большими. Так, и сейчас по традиции пост-ревью расскажу плюсы и минусы пребывания, посещения четырех дней здесь. Первый день мы провели в комнате поменьше, на этаже повыше, но там комната была маленькая, поэтому нам пришлось переехать сюда, чтобы детям не было так тесно. Это комната свит-рум, то есть для молодеженов она стоит 4 500, мы договорились за 3 500, но с условием того, что мы возьмем сразу на три ночи и отдельно будем проплачивать за дополнительную кровать. Какую кровать, сейчас покажу. В общем, из плюсов. Большая комната в виде зала, там, где дети могут, особенно с семьями, если вы приезжаете, чтобы не мешать друг другу, допустим, с папой, с мамой могут отдыхать в зале, дети пока в спальне, либо туда и обратно, иначе с детьми, сами понимаете, это всегда шумно, особенно с телевизором. Сейчас мы упаковываемся, сейчас уже съезжаем. Так, начну, конечно же, наверное, с минусов вот этой кухонки. Да и всего отеля. Здесь, получается, это первый отель, который я увидел, который не имеет холодильника, при том, что мы находимся в Сибу, где лето круглый год. Здесь нет ни холодильника, еще один минус, у них нету фена. Вот этот фен я уже просил два дня, на второй, на третий день, получается, мне дали фен, принесли откуда-то, кто-то принес, по-моему, из дома, чтобы нам сушить волосы. Филипинцы говорят, что они сушат волосы просто полотенцем, и, мол, у них все нормально. Далее, телефон. Телефон есть, но он не работает. В итоге, что получается? Каждый раз, когда вам нужно будет заказать там свежие полотенца, либо воду, либо просто сделать там заказ завтрака, либо еще чего-то, даже просто спросить Wi-Fi пароль, каждый раз мне приходилось ходить к фронту. Идем дальше. Здесь хорошо, то, что есть обеденный стол. У нас по плану как было завтракать здесь, завтракать в гостинице, потом брать некоторые снеки, кушать здесь, но кушать здесь не получается, потому что, если оставить тарелку, я не знаю, сейчас жена уже помыла, вот мы заказывали Room Service, вот здесь видно, что ползают вот такие мурашки, они прям маленькие-маленькие, там даже разглядеть невозможно ни туловище, ни головы, просто видно, что черненькие точки туда-сюда бегают. Вот они найдут еду буквально за 30 минут после вашей трапезы. Вот мы оставляем тарелку, через 30 минут подходим, здесь куча мурашей, поэтому оставлять еду, питаться здесь, скажем так, нам не получилось. Каждый раз, даже когда дети открывают там шоколадки, мы сразу попытаемся все, пол как можно чище протереть, чтобы не было крошек, потому что муравьев здесь будет прям уйма-уйма. Так, на улице слышно или нет? вот эти собаки у собак каждые 2-3 часа какая-то тусня. они все начинают одновременно лаять. То ли они так контактируют с другими собачками в другом районе, но периодически это проходит даже и ночью. В 2-3 часа они тоже начинают гавкать. Петухи, петухи это отдельная история, петухи они они встают не по солнцу, они встают когда они встают, короче, когда им приспичило, они начнут кукарекать. Так, туалет, туалет, ванны это один из скажем так резонов, почему мы сюда переехали. Путем свет. Потому что я-то думал, что эта ванна будет намного удобнее, чем та ванна на втором этаже, где нужно было принимать душ, скажем так, сидя, чтобы ничего не забрызгать, потому что здесь есть как бы вот такая стеклянная дверь. потом есть дверь деревянная, которая закрывается, чтобы можно было хоть как-то расслабиться в туалете. На втором этаже вот эта наружная дверь, она была не деревянная, она была прозрачная, поэтому тоже напрягалась каждый раз, когда идешь в туалет, надо было всем говорить, чтобы никто лишний раз не заглядывал. Так, в общем, по минусам у нас была лейка, где она? Вот, что от нее осталось, она была приключена туда, на одном болте, конечно же, она в первый же вечер свалилась, вода отсюда, ну, во-первых, напор, напор очень слабый, когда есть, я так понимаю, днем, когда людей нету, соответственно, у них наверху накапливается вода, она не пустая, соответственно, днем набор будет лучше, но так как напор лучше, вот эта фигня, эта дырка, она просто не справляется, в итоге получается, как это пословица, то понос, короче, вы поняли, вода, либо здесь нужно включать, чтобы шел маленький напор, чтобы вода успевала слиться, либо, если сделать напор побольше, ты стоишь, короче, в грязной луже, дальше, вот эта дырка, я не знаю, как здесь работает вентиляция, если видите, окон здесь нету, на втором этаже по крайней мере было окно, откуда бы вся вонь выходила, здесь есть вентиляция, не знаю, работает она, нет, шумит, по крайней мере, шумит, но вонь иногда, то ли, когда со второго, третьего этажа идет слив, и вода каким-то образом проходит отсюда, поэтому здесь начинает пахнуть канализацией, в первый день прям было ой-ой, как страшно, потому что сидишь на толчке, и ты, у тебя одна вонь перебивает вторую, ты быстрее, короче, заканчиваешь, так, теперь у нас спальня, что вы можете приобрести за дополнительные 10 долларов, вот они дали вот такой матрас, потому что нас 4 человек, изначально я когда посмотрел на кровать, я думал это Кинг, на Кинг кровать эта самая широкая, спокойно помещается 3 человека, ну, я имею ввиду с детьми, оказалось, эта кровать была Queen, она меньше, соответственно, тяжело поместиться втроем, даже с детьми, поэтому попросили дополнительную кровать отдельно для нашего старшего, потому что он самый такой, который переведет любую кровать, пока он спит, ему надо поменять 100 разных поз, в общем, взяли вот эту кровать, отдельно за нее проплачивали по 10 долларов каждый день, так, в этом отеле, конечно же, нет буфета, но завтрак, скажем, такой простенький, но сытный, дети любят, они заказывают себе панкейк с яичками, я утром могу заказать себе вот такую штуку, это рис с жареным мясом и с яйцом, такой завтрак, он включен в меню, соответственно, отдельно дается там кофе либо чай, но который ты сам должен развести, тебе даются вот такие пакетики, о, сегодня нам дали чайник, обычно его не было, сейчас покажу сколько это стоит, если отдельно заказывать по менюшке, цены у них очень-очень приемлемые, так, для завтрака, завтрак, 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 завтрак стоит 175, это где-то чуть более 3 долларов, если заказывать вафли с бейконом, где-то 200, это где-то около 4 долларов, все остальные блюда, как видите, от 200 до 300 песо, почему-то в долларах от 200 до 300 песо, хватает на одного человека, у них даже есть некоторые блюда, которые по цене в 300 песо может хватить на 2-3 людей, они так и говорят, good for 2 or 3, потому что филиппинская еда у них как принято есть все вместе, они заказывают просто несколько блюд, берут каждый себе рис и разбрасывают пищу на количество человек, сами накладывают себе. по количеству столов вы можете понять, сколько у них здесь бывает туристов, которые остаются, скажем так, на ночь, буквально 4 столика, при том, что это кафе работает в виде и бара, по-моему, барная тоже есть, люди приходят просто даже поесть, но 4 столика на всю кафешку для этого отеля. Единственный минус здесь очень много комаров, поэтому ночью, когда сюда выходишь, даже днем, когда выходишь, здесь видно черные маленькие черные комары летают, пока ты ешь, они тебя искусают все ноги, поэтому изначально был план взять брать еду отсюда и носить в комнату, но в комнате поджигает другой сюрприз, это уже буравей, поэтому либо муравьи в комнате, либо тебя покусают комары в кафешке. в кафешке. Спасибо. Спасибо. . Спасибо.